ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ОС Амиго! Случилось... случилось страшно. Я уже немного посмотрел локацию, вот эту затерянный лес до первой калитки, но забыл поменять настройки кодирования в грёбаном ОБСе, вот, с которым я стал недавно пользоваться для записи. Дело в том, что, когда скопируешь с компа, это одно, одни настройки, когда ты, в смысле, пишешь, когда пишешь с плойки, другие настройки, ну, а когда ты стримишь, это уже вообще третий. Надо не забывать их туда-сюда переключать, при этом попутно подстраивая микрофон, ну, это жопа полная. И, короче, запись получилась лагающей, прерывающейся, но я могу сказать, что всё равно ни хрена не запомнил эту локацию, что она просто в корень ебанутая, потому что, блядь, здесь какого-то единого понимания, куда надо идти у меня вообще не сложилось. Я открыл какую-то калитку, всё, и потом уже понял, что что-то не то происходит с записью на втором мониторе. Юзанул вот этот телепорт, короче, вернулся, но прокачался, правда, тогда 50 тысяч душ я уже вынес отсюда, то есть я убивал эти клубки змей, которые похожи на кучу ебучихся питонов. Вон, видите, клубочек змей. Ну, кто видел, как змеи испариваются, я, правда, только по телеку, потому что я не очень большой любитель прогулок по лесу со змеями. Как-то раз за грибами меня взяли, я нагнулся за грибочком, а рядом веточка зашипела, зашевелилась, и я природу сразу разлюбил. Сразу нахуй надо отвратительно. Нет, ничего не говорю, что солнечные поляночки, там сказочные виды, все красиво, но... Блядь, пауки, комары, мухи и ебаные змеи, это слишком. А, и говно лосина. Ладно, короче, о чем это я? Я посмотрел, покуда многие жалуют, что, дескать, мне на сюжет слишком похуй, а мне, правда, здесь немножко похуй на сюжет, я в Bloodborne и Dark Souls не ради сюжета играю. Вот, чтобы я посмотрел какое-то видео про эту игру, чтобы хотя бы я вот знал вообще, что тут да как. Ну, что можно сказать? Я видео посмотрел ровно 15 минут, даже меньше 13, наверное, потому что дико скучно. Да, действительно, библейский эпос в очередной раз, как и в Dark Souls, но дико неинтересно, я вообще ничего не понимал. Кто такие Птуметру, блядь, какие-то там, какой-то там народ, потом какие-то тут великие были, что-то там... Пепельная кровь это болезнь, блядь, ернам. Что меня поразило? Вот единственное, что полезного я узнал, в том, что ернам это, блядь, не только город, но и имя, блядь, какой-то там царицы бывшей старой. Это полный пиздец. Говорят, что это ошибка локализаторов, что они так перевели. Нет, это ошибка, блядь, разработчика, у которого ограничен кровавый... кровавый запас. Словарный запас, и они, блядь, не потрудились. Разные названия придумать городу, королеве, блядь, и свить королеву, они все, блядь, ернам. Это даже, блядь, не склоняется, да? Не ернамы, ернамчане, ернамки, или ернамцы, блядь. А просто ернам, ернам, ернам. Очень классно. Вот. Проблема сюжетов Dark Souls'а и Bloodborne'а, Dark Souls'ов, а, возможно, и Demon's Souls'а, я не знаю, вот не играл, но для третьей плойки эксклюзивчик. Это в том, что подача сюжета, блядь, очень сложного сюжета для восприятия и запоминания происходит так уебищно. Дело в том, что сюжет ты узнаешь по диалогам и описанию предметов. Это полная жопа. Это, то есть, надо быть любителем этого мира, чтобы проникнуться и взяться, познавать все эти, блядь, тонкости, хуёнкости, которые они тут, блядь, насочиняли. Вот. Дело в том, что, например, в каком-нибудь Ведьмаке, почему всем нравится сюжет? Потому что... Как-то сказать... Ведьмак? Он же игрок, да? Он является очевидцем всех событий, которые происходят в игре. Сюжет, это то, что происходит напрямую с главным героем. Сюжет Бладборна и Дарк Соусов произошёл ебаническое количество времени назад. То есть, всё уже случилось. А тебе только надо понять, что это, блядь, случилось. Чё это такое? А, это большие змеи, да. Вот они, клубки ебучихся питонов. Они, блядь, плюются. Уберутся. Таких я убил штук пять прыжками сверху. Лучше всего они убиваются. А если сверху прыгнуть никак, то приходится в честном кумите, блядь, пытаться им напиздрячить. Очень опасное говно. Головы вылетают резко, головы вылетают далеко. Лучше всего, конечно, дубину разложить. Когда их мудошишь. Вот, короче, подача, блядь, сюжета неинтересная в Bloodborne. В этом я вот что я хочу сказать. Поэтому мне глубоко насрать, что тут происходит, блядь. И знать-то не очень хочется. Все эти тонкости и нюансы, кто там, что кому, что сделал, блядь, кто кого, чего там проклял. Да и если подумать, то вводный мультик сюжетный, да, в игру, он говённый. Он не вызывает никакого интереса, блядь, разбираться в каких-то перипетиях этих всех. Сюжет второй, ну, вводный мультик второй части Dark Souls тоже говнище непонятное. Если бы с этих игр я начинал играть, да, в игры этого разработчика, если бы я не знал, что такое Bloodborne, ой, Dark Souls, я бы Bloodborne куисосил по-страшному. Если бы я не играл в первый Bloodborne, я бы и во второй играть, скорее всего, не стал. В первом Bloodborne, потому что был вводный мультик очень годный, очень классный, про то, что вот там, блядь, титаны и боги сразились там, ну, или не титаны, великие души. Это, ну, это узнаваемо среди людей, да, там, война богов, там, вот эта вся хуйня, как раз недавно были эти фильмы все. Это поэтому легко воспринимается игроками. Вон, калиточку я открыл, я так понял, что это резко какая-то, короче. Вот, за калиткой я вот минимально прошелся, короче, и все. Вот, мультик первой части Dark Souls, а вот он прям классный. Как показаны какие-то сражения, умирающий мир, там, ногой Сид предал свой рот, дракон сидит охуенный. Кому же ты идешь, там, виверна прилетает огромная, то есть, это все очень гармонично и классно смотрится, и более-менее интересно узнать, чем кончился замес этот. естественно, правда, концовка меня расстроила и отбила все желание разбираться в мире Dark Souls. Я о Dark Souls знаю только одно, что мир там постоянно перерождается, больше я ничего не знаю про Dark Souls. И мне похер, потому что люблю я эти игры вообще не за сюжет, а именно за хардовый геймплей классных боссов хардовых. То же самое, я думаю, и с Bloodborne. Мне абсолютно похуй, что за сюжет, но прикольно, блять, драться с боссами. Здесь он еще одна свинья ходит. Я, блять, не помню, мне сюда или... Или не сюда, нихуя. Барян. Опа, опа, руку в очко ему, блять. Опа, и вырвал кишку. Смотрите, какая дыра у него в жопе осталась, блять. Вот это я ему порвал, пердильник. Кто, блять, делал такие бэкстабы в игре, это просто дурачок, наверное. О чем я там, блять, про сюжет-то становился, даже уже не помню, короче. Дай похеру, короче. Вот ваш сюжет, Bloodborne, он серьезно, блять. В Ларри Крофт хуевый сюжет, но здесь его как будто просто нету. Я думаю, что разработчик... А, вот, блять, вот здесь я сюда очканул идти, короче, и пошел наверх, а там калитка и срезка открылась. А здесь вон, дымная дверь, короче, но мне кажется, что дымные двери в Bloodborne работают немножко по-другому, что здесь не надо для того, чтобы бой с боссом начался в дверь заходить, надо... То есть, наоборот, дверь тебя просто не выпускает. Битва с боссом, я думаю, начнется, как только я еще раз шагну туда, чуть подальше. А дверь уже откроется после босса. То есть, я думаю, что сейчас на меня нападут. Потому что это место очень похоже на арену для битвы с боссом. Нет, смотрите-ка, не нападают. Блять, нападают тень Ернама. Вот. Вот про это я как раз видосы посмотрел, что тень Ернама, это имеется в виду слуга королевы, блять, а не житель города. Вот тень. Тень Ернама, блять. Два самурая и... О, у него тоже, как у меня, палка электрическая, так у него еще фаерболы на вооружении. Трижды получает поеблу. Блять. Отпусти цель, нахуй. Захвачив, ебаный. Ой, блять. Ну ты в них, а у них хуливай, слышишь ты, блять. А, булават поджигает, блять. Ну, что-то я не скажу, что в дамах булавы меня устраивает, что-то мало как-то. Вот у них дамах заебись, я такой же хочу. Непонятно, зачем я, блять, раскладываю и складываю и таксулю, блять. Оглоблю. 288, ну, так себе дамаг, конечно. У них-то вообще комбо, слышишь? Они его дефят, да? Делаю вывод, что он не главный. Блять, хотя я думаю, что у них троеправия какой-нибудь там, блять. Этот с подсвечником, а тот с фаерболами, блять. Разве никто в семье старший брат, блять. Тот, кому фаерболы не достались. Не достались, явно младшенькие. Ну, в принципе, слушайте, они... Вот эти боссы, которые, типа, толпой должны брать, они самые обсосные, мне кажется. Круче какой-нибудь босс, который можете ваншотнуть. У них из ебальников вылезли змеи. Вообще, эта локация так полна змей, что я ожидал какую-то змею увидеть. Но, в принципе, огнедышащие монахи тоже заебись заходят. dado эти же блять отпрыгнуть то, ебать 4 раза. по типу и everybody dance не бать мой хуй ебучий огонь подайте меч блять да ладно чем блять меня достал быряку сухи бану да ладно блять да ну нахуй так жить вот что-то за удары помоги не бана чуваки блять завязывайте мне вообще не смешно блять но у спамить теперь будет своими змеями что пидрила это попоролам и так спамщика змеями блять мы убили остался только ты что когда я успел второго наверно случайно ёбнул день добыча уничтожена знаешь что значит добыча уничтожена похищение крови мне дали но похищение крови это видимо руна вампиризма какого-то охуенного кстати рун я вообще в этой локации много нашел но там все какие-то блять сопротивляем с проклятием какое-то говно но в целом локация поверьте она блять скучная на самом деле то есть вот эти змеи драться с ними неинтересно маленькие ваншотятся большие блять геморройные скотч там вокруг них минут 20 но вижу что здесь дальше проход есть короче но я вижу что здесь есть и фонарик и можно как бы улететь улететь пополнить припасики ставить рунчики себе заняться чтобы усилить усилить какие-то эффекты придумали тоже ровный вставлять куда они вставляются и поймешь главное броню броню затачивать нельзя зато можно рудно подбирать ну босс так себе конечно тени в этой игре с первого раза не каждого босса убьешь сложного скорее всего не а еще нашел кусок кусок заточки которая до плюс 7 позволяет точнуть один правда а нихуя надо сколько надо 3 у меня один я только один всего нашел один единственный там валялся что-то блять непонятно так прям 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 по в превращ не знаю даже что это блять одна из ранних рунка и рила чё дает просто напиши транскрипцию рёва чудовища чита блять дает дает память нихуя не и где свойства то время по в превращ так и пишут пиздатая руна сразу видно надо надо оставить обязательно так допсу про мета травли нет супер безумию нет снижение по умом повр нет хищение крови смертельная атака пов здоровье плюс 200 вот это оставим снижение физпор нормально больше отголос отпавших пиздёж на самом деле я проверял больше они ни копейки не получают ни 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 на грамм не получают плюс один пус количество пус плюс один пустых универсальных ячеек здоровья что максимальное зрение в коопе но это ведь отдельная рун такая специальная типа повышение здоровья ну а выносливости плюс 10 процентов от очков здоровья плюс 5 я думаю очков зрения плюс 5 это покруче чем выносливость мальчиками полоса длинная стал а вот это вот и есть то что черное прибавилось это есть вот это вот так выглядит 10 процентов до вы считаете что если поделить мою 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 полосу здоровья на 10 частей они вот такие маленькие пизда то вот это руна а если вот так а тут вообще нихуя не видно что выносливость повышается или не повышается а полосочка длине становится причем кстати на 1 кусочек но на один удар блин не я лучше блять вы выберу тогда больше отголосков отпавших тоже приобретает больше отголосков крови луна а вот полная усилит эффект временного превращения он внизу же подписано я смотрю блять на этот тип физмакпов блин пять процентов больше отголосков павши но напишите короче бля в комментах работает это больше отголосков павших или вата полная по моему то еще фуфло может не фуфло хер его знает но 10 процентов выносливости это тоже я вам скажу не ах как много но если вот прокачать полоску выносливости да да наверно тогда наверно а хера узнает короче в комментах напишите я вообще не знаю чуть-чуть о надо чего не надо так что-нибудь стали новое продавать вроде босса убил все-таки обычно за это тут что-то новое магазине появляется единственная годная награда это нет ничего нового 5 то не трус хуи трус о ружье людвига появился что-то малое и ружье людвига наносит кровавая атака 20 может купить тогда нормальный пистолет магазинный пистолет что он делает хоть расходует много ртутных пуль делает два выстрела за раз вот отлично учитывая что пистолет здесь нужен не для дамага для парирования как мне говорят нахуй тогда вообще парировать и этот может запретная могила называется то самое место где сразил тени ернал да не ну вот это конечно магия со змеями эпично смотрелось очень опасно хотя смотрелась она опаснее чем являлась потому что дамажила на все-таки все-таки когда ваншоты прекращаются игра игра становится немножко более более годный сказать и все подряд ваншотит играется как-то мне не очень мне кажется или они охраняли какой-то вход тени ернал но лишь не может блять это что за ебота такая пошел нахуй да иди что в пиздярище ты саричу делает старичу делает чё это было так сопротивляемость безумия видимо не такая плохая вещь двести процентная придется под задуматься я уже видел тут инопланетян каких-то похожих на члены но их там мало 10 штучек всего в конце блять этого болота вот но таких очень а еще один фонарь бюргенверт не знаю зачем так часто фонари а типа чтобы на дороге вдруг ты по дороге к этому фонарю сдохнешь от этого от этой мухи искать мухи очень херово убиваются лебардой попробуем ту нитровитой и как там называется чё наверно пойду сначала налево не буду бегать по площади о-о-о тут вообще классно наконец хоть какая как хоть какой-то локация не лес беспорядочная здание локации в виде здания не свойственно для этой игры так ой вообще смотрите вот это дамаг какой-то чуть такое я же таких убивал раньше вообще в легкую вот это он вообще убивался 1600 душ за такое говно дали что-то знаете мое оружие как будто резко устарела как будто оно резко стало бесполезным в этой локации она уже вообще не нагибает его тайное озеро у меня этих тайных озер уже просто пиздец больше чем в норвегии наверно или какая там страна на страна озер в норвежке фьорда на открывается с другой стороны так он блять сомневался слышно офигею если здесь не водится какая гидра охеренная мне кажется да прямо просится какой-нибудь водяной монстр вот там опять это говно но эту сикарашку мы видели в подземельях этим наш нас не удивишь но блять можно удивить если кинуть фаербол то время когда тебя спамят две мухи говножуйки вот это блять уже стрёмно да меня убили но но я понял кое-что важное а именно налево идти херня полная давайте посмотрим чё справа хорошо сука тут закрыта нет говно конечно вот чё а а вот от конец и дома что вообще дико на самом деле даже начало делать надо отбежать от не успеть нам подальше ничего она у меня в прыжке даже настигла безумие а я в нее даже выстрелил сушите и вообще плохо они парируются ничего зато так уворачиваться не надо вот я его даже убил перед этим все равно безумие уебала я не прям по каким принципам она работает то есть если его наложили его уже никак не снять да может выпив какой-нибудь говно можно снять скорее всего так и есть закрытого устройства но в любом случае лучший способ лучший метод борьбы с безумием блять это уворачиваться этого ибану что сучара блять не успел сейчас очень даже успел сука мубы они кстати вот блять сложные достаточно из-за них что-то мало подозрительно дают за обычных бомжей подчас зачастую сейчас можно больше опыта получить чем за эту блять необычную муху а это чё кучка блять кучка камней это все что-то не осталось да ладно я уже думал она не сдохла если есть руна которая усиливает лечение как бы то что лечится что-то главный герой тут очень слабо так вот это очень опасный враг для того что стреляет ебать копать ракетами земля-земля баллистическими межконтинентальными и дамаг по нему просто блять к моя электричеством зажег мне пламя любви она чё-то засветилась что-то я сквозь нее прошел ну походу я нашел мертвую зону блять где можно стоять ее и пиздить между лапками а если она прижимает тебя в стену то ты проваливаешься через нее никакого лута не оставила эта тварь после себя еще одна эта хуйня господи докадашь блять странно да ты главы блять дамаг молнией она почему-то поджигает этот эффект означает что в принципе я выбрал правильное оружие для борьбы с этим монстрами просто мне по левелу тут пока еще рановато успокоительная вот она что безумие то что безумие то снимает поставлю-ка вместо вот этой при броске привлекает чудовище но это полная вата только пиздюлей прибегут тебе дадут о чё это кстати не заюзал успокоительный проебалденно там было окай вот и механина что круг почета блять сделал открыл дверь это даже не короткий путь потому что здесь и так идти было а вот двери открыты кстати ну тогда да короткий путь не надо убивать муху кучу мух и сороконожку не сороконожку сороконожку мудрость великих нехуйся сороконожка мне кажется что сороконожка это должно быть прозвище прозвище киржакова сороконожка так а чё интересно за мудрость великих она сразу блять 10 дает или 5 поможет я просто мудрости слишком много использовал там говоришь что игра сложнее становится может я дохуя мудрый стал пара тупить дом 2 глянуть там не знаю нет одну дали а в чем разница между мудростью великих и мудростью обычных надо было прочитать наверно прежде чем юзать запоздала идея пришла в голову и чуть такое а ну это наверно больницы это начали похоже на больницу но на самом деле это университет в котором сидел какой-то там ученый и он типа ключевой но это это я в сюжете сюжетном сюжетном видео посмотрел ни хера правда не понял жемчужный слизень отлично жемчужный слизень нужен нам для того чтобы ой блять ты-то кто такой охотник что-то смотри нихуя все мне только топор у него какие а я понял что заюзывал на рука такая рука чудовище а мы вот так плохой хороший важно у кого пистолет это уже пыль с себя сгул что чувак с тебя песочек сыпь хую да парируется он только один раз забыли а у него блять вместо огнемета как это шипалка блять лоховская ты придурок у меня топор гаскойна ты мне вообще не ровно был у меня еще пистолет гаскойна ты вообще повесился блять вот это она нихуя вот этой рукой она поднасрала в конце пиздец уебенила голубой эликсир какой-то падает с них слышь меня не голубой эликсир мне надо ее значок охотника чтобы я мог тоже все такую херню купить можем открыть эту дверь и проветрить просто кроме как для проветривания открывать ее смысл тоже не было честно говоря что то что здесь входы входы то есть что это скажите что это моп обычный было вообще ахерия о что-то нашел смотри как-то блять подозрительный сундук я ему не верю студенческая униформа студенческие штаны на форма гриффиндора судя по цвету красной блять не броним чего нахуй лежит в конце игры паук прячет всевозможные ритуалы совершенно не желая ничего раскрывать так как истинное озарение не нуждается в распространении паук паук возможно это сергей паук лидер группы коррозия металла призвать менсиса дамьяна не знаю кто это такой или или у паука не паук не сергей как ему разница общая так чуть такое когда красная луна висит низко грань между человеком чудовищем размывается и когда снизойдет великий в чреве появится дитя это вот одна из тех фразочек по которым вы должны познавать сюжеты игры луна дитя все это связано дверь открывается на блять им интересно босс на чердаке или все-таки здесь я вот хотел бы просто не хотел бы стек нему идти с тридцаткой в кармане учитывая что открыл короткий путь я пойду пожалуй и просру все что нажито не по сильным трудом кстати очень удачно сходил дело в том что именно в этот раз я заметил что в моем оружии так как оно заточено на плюс 6 а может это плюс 4 появляется короче появился еще одна ячейка для кровавого самоцвета вот которые как раз в них вставил то есть до этого не были пушки просто точеные а теперь они еще и самоцветами драченые вон видите третьего треугольный здесь есть от красный ну существенно это повлияло только на секиру у нее теперь плюс 130 стала здесь вот плюс 69 и атака молнии плюс 1 ну и кровавое самоцветание мимо говно золотистый также тоже какое-то говно особо ничего не дал вот треугольный треугольный эта тема сейчас и на этой мухи испытаю смотри 220 стало до востока а и было на столько же на следующий жопе и испытает они трус кстати блять у меня пушки-то переломаны 78 прочно 160 но я думаю что или здесь здесь есть такая тема что сломанное оружие меньше дамажит но чуть-чуть поломанная не совсем сломанная вот средненько поломанная скажем так так ну что это студент не заспаунился нет потому что это был охотник с которого почему-то не выпало не выпала его эмблемка непонятно почему так на что босс хуй заперта ночной крыши не так понял тут что-то про паука писали видимо паук что странно локации пауков не было была локация змеи должен был царь скорпионов быть боссом иди там и чё это за говно в клетке я слышу какой-то тихий-тихий звук о ключ от лунария лунари новое слово опять это мандалузе ну давай это не в основном один прием на все случаи жизни да топорик ей не так сильно дамажит как смысле булавая не так сильно дамажит как топорик насекомая гребаная она вообще должна газеткой скрученной убиваться топор ее блять не устраивает пустая раковина фантомах что это блять за херня старик инфантом старик инфантомы даже непонятно ключ это или что это а о они пустая раковина фантома просто пропала в мою в моем инвентаре вообще не понимаю что это и куда она делась это просто бля вообще нихуя блять напишите потом что это я подобрал а потом говорят а ты не читаешь что подбираешь так блять они не пишут даже что я подбираю вон пустая пустую раковину фантома зажали так ключ от лунария мне надо найти лунарий но это явно видимо не он и он где то тут включается что вообще не понимаю зачем сюда заставили идти если здесь только вот эта хрень один моб и больше ничего нет а я вам скажу для чего это для того чтобы вы тут что то увидели и призадумались в следующий раз насчет сюжета наверное не наебывает ли вас тут кто нибудь где нибудь но тут проблема такая что когда ты игру проходишь первый раз ты максимально сосредоточен на боевке тебе как бы насрать что там этот сюжет да и ключ подошел а вот видимо и блять он не таргетится в цель ну чтобы бой начался надо попиздить с этим монахом это блять папа римский юан юан пятнадцатый как минимум ты чё делаешь ну палкой куда то показывает типа иди туда и чё будет там расходятся круглые волны как будто там что то плавает и светится может опрыгнуть надо слышь придурок чё делать то как вот эту хуйню вообще понимать может он пить хочет голос у него ну очень сухой а вот она пустая ракина фантома фамильяр великого а ей можно натереть оружие чтобы наполнить его и чё блять как 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 им натирать то что это такое расходы пуль какие то а я понял чё это в пистолет наверно вставляется да ну чё мне пистолет теперь затачивать чё делать то ёбаный урод хуляй сюда пришел ты придурок блять может пиздюлей ему навешать просто надо чё он блять молчит это ёбнутый слышишь ну и тупая игра ёбаный в рот хули может этого надо призвать он он покажет что делать надо здесь должен быть босс раз есть призывалка когда красная луна висит низко грань между человеком и чудовищем размывается когда с ней зайдет великий в чреве появится дитя то есть великий придет и тебя нахлобучит по ходу без всякой без всякой контратепции да об этом тут написано когда луна станет красной грани смываются паук прячет всевозможные ритуалы совершенно ничего раскрывать так как истинное озарение не нуждается распространение озарение блять истинное нужно здесь а я его там просто заюзу внизу у меня же нету озарения может надо лучше какие то объекты разглядеть ой мне так неохота блять лезть в википедию читать что надо делать блять просто пиздец как не хочется но блять все идет именно к тому я просто нихуя не понимаю как можно блять разгадать такие потрясающие квесты как подойти к плачущей бабе блять в одежде церковника чего блять надо сделать вот здесь вот я базарю окажется что я просто рано сюда пришел надо сюда прийти будет когда как выключить эту хуйню надо будет сюда прийти когда луна станет красной вообще классная тема можно много чего поразглядывать получается показать кому-то сетчатый деформированный камень а я тут какого-то моллюск подобрал же нихуя не понимаю блять придурочный что делать надо я понял понял тебя падра да а чё правильно что озеро лунной стороны в натуре он прыгнуть говорил хуеть я просто не верю я видел что там что то такое но мне что то казалось что скорее всего хуйня полы но это видимо босс если уж заставили к боссу прыгать с высоты надо было как нибудь покрасивее сделать этот прыжок блять мне эти пять пуль вот они мне нужны прям вообще он захватывается в таргет что это такое вообще трилобит какой-то электрический он похож на какашку с лапками да действительно он похож на говно может с ним поговорить надо вообще он не выглядит враждебным хотя нет он выглядит уродским ну просто он не нападает и полоски здоровья босса тоже нет чё с ним делать то конечно блять сэлфи ха 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 что это что еще ну я не вижу других вариантов кроме как дать ему пизды если честно говоря ну чувак ром ух ты блять ром да ты не паук ты пидорас ой блять какой дамаг смешной может вас это больше впечатлить вообще не попасть но она дамажит сильнее по ней дело в том что у нее хоть какие то эффекты нет есть ау то пара никаких сам ром походу может только отступать он вообще вот не боевая ооо нихуя он нагребает аааа теперь что то будет он еще больше призвал своих трилобитов которые в общем то пассивные сами то ничего не делают если вы слышите кошачьи крики то это буся на балконе мерзнуть она блять пришла решила что я сейчас все брошу буду эту дверь сюда открывать вы знаете что хер она угадала пусть мерзнет блять а че меня ваншотнуло то что вообще не понял смотрите как где теперь дымная дверь она вот прям на входе дед дед мне там пизды дали слышишь я честно скажу ром какой то ебанутый ром паук ебанутый босс потому что он призывая он суммонит он суммонит своих ебливых пауков а это вообще не интересно че есть кто то кому интересно драться с его суммонами или все хотят драться с каким то просто боссом сильно а теперь суммон с одного удара сдох а че в первый раз они не дохли с одного удара а они не все дохли с одного удара да вообще непонятно как блять это работает тогда из-за них ничего не дают что самое классное что ты их убиваешь просто так для себя пиздец опять бессмертно да так это рому можно долго пиздить так вот рома огреб это еще надо понять когда они блять ваншотятся а когда нет или они блять не все они разные что а подожди каменная голова они в голову блять не пробиваются и у него голова ну и так и я положил великолепно да ну и все Маг, блядь. Он не просто вот будет сидеть смотреть. Вот петух, блядь, а. Сука, говно-мутанта, блядь. Ладно, блядь, в этот раз я стал умнее и взял с собой свой огнемет. Посмотрим, как этим пидорам огонь понравится. Где? Понятный попль. Ну что ж. К сожалению, мой план такого говна не предусматривал. Мне, блядь, чё-то, чё-то думать, чё-то делать. Чё, вот типа сейчас я типа нихуя не стыла, да? Булавата всё-таки его лучше долгосила. Блядь, яндон тут меня обосрал, блядь. Заебал он тут, блядь. Они вон, головой в песок втыкаются. Это и есть подсказка, что не голова каменная. Клювами своими, блядь. Ох, на четыре стволи башни. Так, смотрим, где он. В Дарк Соусе тоже была такая локация полностью. Вода в колодце. Четыре короля босса нам был. Только они были не маги, а гомосеги. Супер, вами. Вот это он чё задумал? А, вот они. Вот она магия. Вот так происходит магия Дэвида Блейда. Опять, да? Да, заебал ты. И чё, так и будет, что всё время? Не, блядь. Может, он вот этими ножами отравить? Я чё-то пропустил момент, когда они из него вылетели, блядь. Те лучи добра. Струи поноса, блядь. Конечно, блядь, пауки. Ебаные, блядь, пауки, я хочу сказать. Просто мрази, блядь. На самом деле, я уже вижу способ убийства этого босса. Самый лучший, самый пиздатый. Надо просто пойти пофармить. И купить коктейли молотого дохуя. И прийти его закидать издалека, раз он не даёт подходить. Основная проблема этих пауков, блядь, в том, что они... Сука, блядь. Цель их нельзя захватывать. Иначе они, блядь, головой-то... С какого-то хуя, они начинают, блядь, внезапно ваншотить потом ещё. Что тоже меня очень сильно смущает. Если честно. Вообще, я думаю, что сначала надо вырубить его этих... Ебливых паучков. Ну, чтобы они не мешали мне окучивать хозяина. Для этого двуручная мотыга очень классно подходит. Сейчас эта мразь беспомощна. Поэтому я позволяю себе промахи. Может, ему хвост отрубить? Блядь, может, попасть хоть раз по хвосту-то? Дарк-Солусу в любой непонятной ситуации надо было хвостировать. В общем-то, я ему напоследок напиздрель, напиздюлял вообще знатно. На 800. Здоровье у него вообще уже не то. Теперь надо рвать дистанцию. Вот это дальний выстрел сейчас полетит, да? Дальний, да. Теперь давай на ближний перейдём. Выкашиваем его ебучее. Как я не сдох, вообще непонятно. Я каким-то прыжком убивала. Окей. Заебал. Здесь нам просто бежать, когда он это делает. Вообще отлично, по двое. Начинаем уходить по двое. Так, опять он ебашит. Своим гавном. Ещё один паук совершил смертельную ошибку и выгреб. Классная, блядь, двуручная хватка всё. Так, вот это вертикальный взлёт. Малого радиуса действия. У меня остался последний пиздюк, но я решил убить их всех. Чтобы уж, блядь, наверняка никто не помешал этой интимной процедуре опиздюливания босса. Пиздать игром. Всё. Всё, ты понял, да, что ты попал? Что ты нахуй денешься, пидрила? Он опять телепортировался, о боже. Ещё защитники. Снова ром. Надеюсь, новые приёмы у него не появились, новые могилы. В дороге он там не выучил. Пока от костра сюда телепортировался. Чё-то выучил, чё-то сделал. Я просто просмотрел. Просмотрел пуск. Межконтинентальной магии. Опять. Я как апостол, блядь, по воде бегаю. Как опёздал, я бегаю, конечно. Это ближнего радиуса, хуяк-хуяк-хуяк. Главное, блядь, не торопиться с этим боссом. Быстрее запинать его вообще, видимо, не получится. Опять проебал старт, но... Сука, реакция, блядь, спасла... Спасла осла. Нахуй, нахуй, нахуй. Чувак, завязывай. Ближнего радиуса. Шпауки вообще разумные стали. А вот они вообще, блядь, не поворачиваются. Ролка в магии по-своему не попадает. Опа. Его вообще нельзя из виду выпускать, блядь, козла этого ебаного. Он сразу чё-то мутить начинает. Оружие на износе, блядь, как вовремя. Охуй я на. Сбило меня с волны. Если я просто, блядь, как ты молотова мне брошил. Бросил он мимо, блядь, потому что долбаёк. Главный герой. Хуй я не знаю, чё с коктейлем молотова делать. Это был удар Рома, да? У него удар появился. Обычная банальная задница. Я слежу за тобой одним глазом. Блюдок. Услуги твои тают, сучка. А, это говно одним ударом их не убивает, блядь. Сука, убогая палка с говном, блядь. Всё, пиздец. Готовь побед. Это был довольно дебильный босс, если честно. Я и хотел искать это именно после победы над ним, чтобы не подумали, что у меня бомбит. Но, согласитесь, это был один из самых тупых боссов просто вообще, блядь, за всю историю. Что этого разработчика, что среди Дарк Соулсов, что среди Бладборна, из всего, что я видел, этот босс пока что, блядь, самый неинтересный. Настоящий говнокусок. Нет, оригинальный, блядь, но неинтересный. Ужасный босс. Что это такое? Не, ну они не могли охуеть нас только, что третьего босса поставили. Баба какая-то. Невеста. С кровищей. В животе. Луна. Кровавая. И сегодня луна, как и крови. Ништяк. То есть, какая-то баба потеряла ребёнка, судя по всему. Потому что я потерял. Я вижу, что они ранены в живот. А тут кровавая луна. И она не родила вовремя, видимо, никого. Вовремя она не родила, поэтому... Наверное, на них боги, блядь, проклятие наложили. Наверное, блин, в этом суть сюжета. Не знаю, хуй просышь. Ну, выдумывают же фантазёры. Хреновы. Висячая, перевёрнутая руна. Материал, используемый виртуально святой чаши. Могильная плесень. Ух ты, ёбаный. Насрать ты-то что такое ещё? Секрет ритуала раскрыт. Ищи дитя кошмара. Я, блядь, даже двигаться боюсь, твою мать. Этот, блядь, ктулху какой-то ёбаный. А-а-а, это же мне здесь пиздюлей-то дали. Вот, сука. Продолжение следует. Продолжение следует.